Царь Хамурапи Что способствовало возвышению нового государства на территории Месопотамии, благодаря чему имя его правителя вошло в мировую историю. Государство Хамурапи Вы узнаете о последствиях вторжения в междуречие кочевников-скотоводов и основании города Вавилона. Познакомитесь с правлением вавилонского царя Хамурапи и итогами его деятельности. Выясните, насколько справедливыми были древнейшие известные ученым письменные законы. Вторжение кочевников. Основание Вавилона. В конце третьего тысячелетия до нашей эры в Месопотамии началась засуха. Люди не успевали восстанавливать оросительные системы после песчаных бурь. Поля давали меньше урожая. Города-государства постепенно приходили в упадок и слабели. Этим воспользовались воинственные кочевники-скотоводы – амореи, которые вторглись с севера в Месопотамию. Они переселялись на захваченные земли вместе с семьями и стадами. Скоро они подчинили себе большинство городов государств Месопотамии. Вожди завоевателей стали здесь царями. Но они сохранили власть местных жрецов и знати. Подумайте, с какой целью цари сохраняли влияние местных жрецов и знати. Вначале кочевники пасли свой скот на полях земледельцев. Но постепенно завоеватели поняли преимущество оросительного земледелия и перешли к обработке земли. Вскоре кочевники и земледельцы смешались и стали единым населением городов-государств. Одно из племен кочевников в XIX веке до н.э. основало свое государство со столицей в городе Вавилон. Название города переводится как «Врата Бога». По названию города мы называем жителей этого государства вавилонинами. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопросы. Создание государства Хамураппи Город Вавилон занимал очень выгодное географическое положение. Здесь Тигр и Ефрат ближе всего подходили друг к другу. Это давало возможность царям Вавилона контролировать обе реки. В этих местах проходили важнейшие сухопутные и речные торговые пути Передней Азии. С помощью карты определите, с какими территориями вели торговлю жители Вавилона. Торговля умножала богатство города. После того, как засуха в Месопотамии закончилась, плодородные земли речных долин снова стали давать богатый урожай. Самым знаменитым царем Вавилона был Хамураппи. Он правил в 1792-1750 годах до н.э. Посчитайте, сколько лет правил Хамураппи? Хамураппи создал сильную, хорошо вооруженную и обученную армию. Сначала под его властью был только Вавилон. Далее царь начал подчинять себе соседние города-государства. Более 20 лет Вавилонская армия ввела с соседями непрерывные войны. В результате под властью царя оказалась вся Месопотамия и образовалась могучая держава – Вавилония. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Правление царя Хамураппи и его законы Власть Хамураппи была очень сильной. Все жители страны считались его подданными. Даже жрецы называли себя рабами царя. Считалось, что правитель получил свою власть и страну от богов. Управлять державой царю помогали вельможи и чиновники. Их главными задачами были сбор налогов и набор в армию. Кроме того, они должны были следить за населением подчиненных городов. На основании схемы сравните общественное устройство в Египте и Междуречье. Хамураппи очень много сделал для развития хозяйства. По его приказу привели в порядок оросительные каналы по всей стране. Было расчищено русло ефрата, чтобы избежать наводнений и улучшить орошение земель. Благодаря этому урожаи в стране значительно увеличились. Для управления огромной страной необходимы были хорошие дороги. Хамураппи приказал построить их. Дороги использовались не только царскими гонцами, но и торговцами. Из разных стран Вавилон стали привозить разнообразные товары. Теперь во вратах бога можно было услышать речь почти всех народов Передней Азии. Чтобы обеспечить порядок, Хамураппи издал законы, обязательные для всех жителей государства. Сам Хамураппи так определял основную цель своих законов. Чтобы сильный не притеснял слабого. Чтобы оказать справедливость сироте и вдове. Чтобы притесненному оказать справедливость. Поставьте видео на паузу и поработайте с историческим документом. Текст законов был выбит на глыбе базальта. В рочном черном камне. В верхней части стелы изображен бог Шамаш. Вручающий царю жезл, символ власти. Этот камень был выставлен на главной площади Вавилона. Теперь любой человек, умеющий читать, мог ознакомиться с текстом законов. Законы Хамураппи соблюдались во всей державе. Они служили образцом для законодательства на протяжении многих столетий. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Подведем итоги. Одним из наиболее могущественных государств Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры стало Вавилонское царство. Наивысшего расцвета Вавилония достигла во времена правления царя Хамураппи. Хамураппи создал один из древнейших письменных сводов законов. Для качественного усвоения темы и закрепления знаний рекомендуется прочитать параграф учебного пособия и выполнить задание. Также можно выполнить задание по QR-коду на планшете или мобильном телефоне. Продолжение следует... Продолжение следует...